С вами канал Белос ТВ, и сегодня я решил посмотреть некоторые видео, связанные с одним нашим кое-каким достаточно интересным героем интернета Кириллом Терешином, он же всем известный как Руки Базуки. Решил сделать реакцию на некоторые его видео. Почему некоторые? Так как в некоторых видео либо они слишком длинные, либо слишком мало материала. И вот я подобрал, по-моему, одно видео из НТВ и некоторые пародии, так сказать. Ну ладно, давайте перейдем от слов к делу. Поехали. Ну что ж, погнали. Сегодня стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у популярного брокера, блогера Кирилла Терехина. Ну, он немного похож на брокера, так-то, если че. Показывает подписчикам о том, как быстро и без лишних затрат получить атлетичную форму тела. А точнее, как себя больше изуродовать и... точнее, как больше изуродовать свои руки. Он умудрился накачать, не поднимаясь с дивана. Никаких гантелей и штанг. И в результате мы получили надутый шарик на руках. Но только результат оказался совсем не таким, как ожидалось и убедилась моя коллега. Оно и видно. 58 сантиметров с таким объемом бицепса в свои лучшие годы профессионального занятия культуризмом не мог похвастаться даже Шварценеггер. Да, Шварценеггер скорее это... сделает вот так. Потому как Шварценеггер, он скорее... вообще с ума сойдет от этого. Потому что он скажет, мол... Jesus, this is stupid guy. Oh my god. Все бы ничего, да вот только внушительные показатели меркнут, что вызывается на контрасте. Весьма щуплых... Погубить себя ради лайков? Продолжаем. Очень шикарно. Руки-базуки так-то. Говорите правильно. Да, кстати, у меня запись идет. Да, все нормально. Шприц 20 миллилитров. Господи, знаете, он мне скорее напоминает этого танка из Left 4 Dead. Который тоже такой стеноловский зомби. Это не устрашающий, это скорее вызывает смерть. Не мышцы, а камень, чтобы накачать такие вза... Камень? Серьезно? Это не камень. Это шарик надутый. Пришлось бы не один год в тягатире. Вот это такое другое должно быть. Да, он застывает там, со временем превращается в бетон. Как бетон. Серьезно, кто-нибудь ему верит в это? Если честно, я нет. И остается там на всю жизнь. На всю жизнь остается? Да. То есть, это будет никак... То есть, ты всю жизнь будешь уродом с такими шариками. Ё-моё. Если че, я не пытаюсь его оскорбить. А вот интернет-пользователи всерьез обеспокоены его состоянием. Поначалу эксперимент казался им забавным и интересным. Но теперь, когда битва... Забавным и интересным. То же самое говорили об... В теннисе. Там была какая-то спортсменка. Я уже ее фамилию забыл. Тоже казалось интересным. В результате ее отстранили от спорта. И еще хотят нас отстроить от... Не олимпийские игры, а чемпионат мира по футболу. То, что мы хотят. Не допустить, чтобы Россия участвовала в этом. Ванну дубных шара и сруганые подписчики просят видеоблогера притормозить с уколами. Кроме того, у нас медиков все это... Не дай бог, не дай бог он еще и ноги накачает. Голову. Господи, он же превратится скорее в модака. Нежели вкачка. Она лопнет, так и скажи. Это не культуризм. Это ради понтов. Они просто красуются, дабы поймать какую-нибудь телку. Проще говоря, новый Сергей Батюк. Оценил пропорции категорского блогера и дал ему совет. Срочно к врачу. Причем лечить нужно не только отюки. Нужно лечить его мозг. Ибо до такого мог додуматься только Терехин. Терешин, Терехин говорю. О, тезка. Прикольно. Я и говорю. Лечить мышцы и лечить мозг. Потому что обычный человек бы таким не стал делаться. Нет, не пойти в спортзал и привести себя в форму. А точно таким же инъекционным способом накачать еще и бедра. Что я могу сказать, ребят? Этот человек тяжелый случай. Реально. Капец просто. Ее не могу в это поверить. Вот и все. Ну и давайте посмотрим какую-нибудь пародию, например. Вот это вот. Синтол. Синтол. Они завидуют мою мазуку. Нет. Ты взляхнешь, это уже не прикол. Но я лишь строю прекрасный мир. Угу. Строит он прекрасный мир. Скорее он строит прекрасный повод поржать над ним. И все вокруг, как и я ковер в банке Синтол. И вот я вместе Синтол. Синтол? Синтол может? Синтольный шкур и мы верхом. На Синтольном коне у нас родятся прекрасные Синтольные дети. И наш Синтольный кот на окне. О господи. А кот тут при чем? Вы кота-то хоть оставьте покой. Ради бога. И я молюсь. Молюсь за что? Я молюсь. Только что поскорее. Чудесно. От тебя избавился весь интернет. Ты тут не пришел. Тихо плачь от счастья. Я повторяю. Что я? Синтол, Скидау. Спасибо. Спасибо за что? За то, что бог тебя сделал уродом? Спасибо тебе, Синтол. Теха, твою мать, тащит тазик, сейчас гной прорвет, всех затопит, нас тут с горинок. Все, его пизда, заебиздно. Поэтому ничего. Руки и руки сэкономите деньги. Штайте больше денег можно сэкономить. Не надо мне это. Кстати, ребят, если честно, я не знал, что здесь будет мат. И да, я тот, кто слушает мат. Но не говори. Я не говорю. Спокойно. Так, ну и давайте что-нибудь еще. Давайте... Ну, давай, вот. Кто это? Дегра-тьюб, а это злой ман. Так, а запись идет? Запись идет. Ладно, давай. Здорово, парни. Спасибо за лойсы к предыдущему видосу. Переходи к теме. Однажды утром проснулся он, синтольный человек. И первым делом он решает сделать зарядку. Выправить... Опять же, я не знал, что здесь будет мат. Не знал. Сразу говорю. Я тот, кто слушает, но не говорит. Со своими банками в зеркале, как и любому атлету, нашему герою нужна еда. Как правило... У него перекошенный язык. ...и углеводы. Но у него своя особенная диета. И его рацион это макароны, сосиски, да и вообще можно... И все это заправлено стенолом, как следует. Вот. Берут специально такую макаронину. И вот шприцом так аккуратненько нажимают на нее. И вот эти вот организмы идут прямо под этим вот лапшой и макаронином. То же самое с сосисками. Накачивают специальными шприцом, чтобы... И конфеты тоже стеноловские. Лекс. О, правильно, бабусь, говоришь. Ты почему-то не в дверь ходишь. А, шайтан, иди сюда, я тебе пропишу специальный... Специальный... В общем, сами догадываетесь, что именно специальный. Которые... Которые... Начали пить... После того, как увидели это нечто. Со своей квартиры... Действительно, это шо было? Он решает поработать и выполняет пару рекламных заказов. Казино... Азино 777 это фуфло. Это развод. Записав себя на камеру, мало кто знает, но наш герой еще и сам продает синтол. Поэтому, приготовив партию товара для своих подписчиков... Эм... Так синтол или стенол? Блин, чё-то я, наверное, попутал. Синтол. Я тут думал... Я тут думал стенол правильно. И да, это чё, моча? Мне кажется, это моча. Спортзал. Ведь форму поддерживать нужно... Качалка. Кочка. Кочка надо было писать. Машина для лузов. Порви ручки! Порви ручки! Пожалуйста! Приседание на бутылочку! Как?! Что? Да ладно. Это, ребята, отдельная история. Вот эти вот фрики тоже были в прямом эфире, если чё. Был недавно один кое-какой эфир на России один. Там вот эти вот фрики приходили. Но я смотреть не буду, так как, во-первых, запись больно длинная, а во-вторых, на этом у меня нет времени почти. Вроде всё хорошо, но что-то идёт не так. Синтоловое чутьё говорит нашему персонажу... Что он? Дау! В опасности, чувствуя угрозу... Хоть я и не врач, но... Ещё раз скажу. Хоть он не врач, но он даун. В квартиры. Руки начинают дрожать, давление резко растёт, и комнату наполняет тишина. Ура! Воу-воу-воу, слишком много. Ставьте лайки, если понравился. Не поставлю. Мне не понравился, если честно. Но насчёт дизлайка тоже не буду. Так что извини, злой мама. Извини. Ну вот, собственно, и наш так называемый Кирилл Терёшин с его синтоловыми руками-базуками. Что я могу сказать насчёт этого человека? Ну, у меня только один вопрос. А человек ли это вообще? Ну да ладно. Собственно, всё. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Комментируйте. Ссылка на ВК в описании. Ну и удачи.